Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова. Я психолог, кандидат биологических наук. И вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня я записываю второе видео из серии видео о триггерах. И сегодня буду говорить о вербальных триггерах. Но прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал и ставить лайки, потому что это помогает продвигать каналы, и, может быть, больше людей найдут полезную информацию для себя. Ну и, конечно, мне приятно, что тоже немаловажно. Так вот, вербальные триггеры. Что это такое? Вообще, в первом видео я говорила, что триггеры — это какие-то такие вещи, события, слова, явления, которые запускают некие процессы и к чему-то приводят. То есть вот триггер — это такой спусковой механизм. Вот когда он появился, то запустился какой-то процесс, начал реализовываться какой-то сценарий. И это, как правило, происходит совершенно автоматически, плохо осознается. Просто есть стимул, есть реакция. Есть триггер, есть реакция на триггер. И люди с РПП реагируют на триггеры как? Они реагируют обострением своего РПП. То есть люди с анорексией тут же решают перестать есть, или у них появляются такие мысли хотя бы. А не перестать ли мне есть? А люди с булемией, люди с компульсивным перееданием, как правило, уходят в срыв, столкнувшись с триггером. В прошлый раз я говорила о пищевых триггерах, сегодня буду говорить о триггерах вербальных, то есть о словах, которые вы можете услышать и которые станут для вас триггером. Триггеры вообще вербальные можно так грубо разделить на две группы. Это прямые и непрямые или косвенные триггеры. Прямые триггеры – это, конечно, ну вот всем известное. Это ты поправилась. А ты что, поправилась? Ты, наверное, поправилась. Тебе так хорошо, ты поправилась. Ты так округлилась, это так классно, тебе очень идёт. Либо ты толстая, тебе надо похудеть. С таким пузом ты собираешься ещё тут вот это вот. С такой задницей ты собираешься вот это вот. С такой вот этой ты в модели, в актрисы, в спортсменки, куда угодно. Это прямые триггеры. Услышав такие слова, человек с РПП ужасно расстраивается, чувствует себя полным барахлом. Я использую культурное слово, мягкое. И решает, что он немедленно должен с этим что-то сделать. Перестать есть. Или я должна похудеть, поэтому я иду, наедаюсь, а потом рву. То есть эти слова вызывают сильнейшую эмоциональную реакцию у человека с РПП. Это прямые триггеры. Косвенные триггеры или непрямые триггеры — это когда человек вообще в принципе ничего плохого в виду не имел. Вот не имел. Он просто что-то говорит, а для вас это срабатывает как триггер. Например, девочка с РПП, она очень старается набрать вес. Все это знают. Ей тяжело. Она пытается изо всех сил есть. И в какой-то момент какой-то человек говорит ей, слушай, я так рада. Я вижу, что ты набираешь вес. Например, психолог ей это говорит. И этого может оказаться достаточно, чтобы запустить реакцию. Или, например, что-нибудь типа, ну ты уже такая взрослая, ты так прям выросла, ты такая крупная, ты так округлилась. Или, ну слушайте, ну она так выросла, ну прям женщина настоящая. Ой, посмотри, у тебя такая фигура, у тебя такие изгибы, у тебя грудь такая большая. Ну то есть типа комплименты, как бы не про вес. Как бы даже не про то, что ты толстая или худая. Но для человека с РПП это звучит всегда одним и тем же образом. Я толстая, я толстая, я толстая. Иногда я даже знаю случаи, когда человеку сказали, ты такая свежая, ты так свежо выглядишь. И это было триггером. Потому что свежо, значит не худая. Потому что когда я худая, я выгляжу измождённой. Раз я выгляжу свежей, значит я набрала. И это может стать триггером. Вот эти все комментарии на предмет, как на тебе сидит одежда. Например, ты знаешь, вот у тебя всегда были ручки, вот прям как спички. А сейчас так приятно посмотреть. Вот у тебя хоть руки, как руки. Даже вот этого может быть достаточно. Поэтому если вы не хотите затриггерить кого-нибудь с расстройством пищевого поведения, лучше вообще ничего не говорите про то, как он выглядит. Ничего вообще. Не про то, как он выглядит, не про то, как кто-то ещё выглядит. Потому что если вы скажете, а Маша-то поправилась, это тоже может стать триггером, потому что человек подумает, блин, а я-то тоже. А мне-то тоже надо худеть. И это затриггерит. Но это как бы просто всё. Вот это простые триггеры. Там всё понятно. Они про внешность, они про вес. А, тоже вербальный триггер. У тебя такой хороший аппетит. Ты что, собираешься всё это съесть? И ты сможешь это съесть? Что ещё? Да ты же этим не наешься. Этого же очень мало. Это же мало. Ты что, этим наешься? Ну, может, всё-таки поешь? Вот это тоже не делайте, если рядом с вами человек с РПП. Просто не делайте. Не надо. Не надо смотреть ему в тарелку. Вообще. Это триггеры. Но это как бы лад. Интересные триггеры. Вообще, практически у каждого человека с РПП есть вещи, которые ему нельзя говорить, потому что он свалится в срыв. Например, некоторые не выносят никаких комментариев по поводу, например, уровня их интеллекта. То есть, если такому человеку сказать что-нибудь, ну, ты что, не понимаешь? Ну, ты что, глупая? Или там, ну, это же элементарно. Ты что, не понимаешь? Ну, это же даже дураку ясно. То для человека это может стать триггером, например, потому что для него его интеллект находится под сомнением. То есть, это та сфера, в которой он чувствует очень серьезные проблемы с самооценкой. Прямо очень серьезные проблемы с самооценкой. Если вы нечаянно тыкаете туда пальцем, человек может свалиться в срыв. Практически каждая первая РППшница, практически для каждой первой РППшницы таким триггером будет упрек в эгоизме. Это прям общее место. То есть, ну, большинство людей с РПП рано или поздно сталкивались с тем, что их упрекали в эгоизме. Это может стать триггером. Вас обвиняют в эгоизме, вы идете и сваливаетесь в срыв. В лени тоже. Для булимиков прям все. Вот это вот. Ты ленивая, ты ленишься, ты недостаточно стараешься. Это триггер. Для анорексиков это, наверное, все, что связано со сравнением с другими людьми. Кто-то лучше, кто-то больше, кто-то сильнее, кто-то еще что-то, кто-то талантливее, кто-то красивее. Вы это говорите, для человека это триггер. А для людей с компульсивным перееданием очень тяжелы любые комментарии по поводу их силы воли, любые комментарии по поводу лени и любые комментарии по поводу злости. Что они злые, что они недобрые. Вот это тоже может затригерить, и человек сваливается в срыв. Как вообще работают эти словесные триггеры? Словесный триггер это какая-то такая, это как пуля. Не буду говорить про пулю, не то время. Словесный триггер это что-то, что попадает прямехонько в вашу душевную рану. Вот прям точно. У вас есть какая-то проблема, вы с чем-то вот как-то пытаетесь справиться, вы, конечно, сами считаете себя ленивой, эгоистичной, глупой, злой, хуже всех. Но вы как бы пытаетесь вести себя и делать что-то так, чтобы об этом никто не догадался и никто этого не заметил. Чтобы это как бы было вот, ну, вот как бы исправиться, как бы вот, чтобы не было видно. И когда человек что-то такое говорит, это попадает прямо туда в больное. И ты понимаешь, что ты не справилась, что это заметили, что тебя разоблачили, что ничего не получилось в очередной раз, что все плохо, что ты ужасная, что ты худший человек на планете. И единственное, что ты можешь сделать, это пойти наесться и вырвать. Или просто наесться, или перестать есть, неважно. Но уйти и спрятаться за свое РПП. Когда я говорю спрятаться за свое РПП, это, наверное, звучит обидно. Но РПП это копинг-стратегия, это стратегия совладания. Когда все очень плохо вокруг, человек с РПП уходит в срыв, и как бы там, вот в этой среде, ему становится немного не до того, что происходит вокруг. Он как бы переключается с обстоятельств, которые он не может контролировать, с других людей, с того, какой он, на вот еду, на все вот эти процессы. И ему не становится легче, конечно. Но в каком-то смысле это срабатывает, потому что это отвлекает от вот этих сложных вещей, которые иначе непонятно, как решать. Вот. Так что делать? Знать свои триггеры. Вы должны знать, какие конкретно вещи вас ранят, сказанные. Какие сказанные вещи вас ранят. Если вы почувствовали эту боль, если вы ее почувствовали, значит, это оно. Если кто-то что-то сказал, а вы прям... то это оно. Второй момент. Важно знать, что вещи, сказанные разными людьми, будут ранить по-разному. Например, есть вещи, которые невозможно слышать именно от мамы. А есть вещи, которые невозможно слышать именно на работе. и вещи, которые невозможно слышать именно там от человека, которого вы любите. Это могут быть разные вещи. Это могут быть разные комментарии или какие-то разные слова. Это все важно знать. Почему это важно знать? Потому что, как я сказала, триггер запускает этот процесс непроизвольно. То есть это просто происходит. Если вы знаете, что это триггер, вы можете заметить этот момент, когда сценарий, когда программа начала разворачиваться и сказать себе «Ага, я реагирую вот на это. Сейчас я захочу перестать есть. Сейчас я захочу рвать, потому что мне сказали вот это». Это не потому, что неизвестно почему мой срыв, о котором я уже задумалась, это потому, что мне сказали вот это. Окей. Так что я буду делать? Может быть, я могу не срываться? Может быть, я могу это проигнорировать? Да, это неприятно и это меня триггерит. Может быть, я могу здесь поставить точку и не запускать этот процесс, который заканчивается срывом? Может быть, сегодня я могу? И может быть, вы сможете. Может, не в первый же раз? Может, и не во второй раз? Но рано или поздно вы сможете. Такой вот план работы. На этом, собственно, все. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них в описании к этому видео. И через социальные сети вы сможете меня найти, если я вам нужна. Пока!